МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапы. В студии Татьяна Григорьева. Здравствуйте. Мемориал полицейским. В Анапе открылся памятник сотрудникам МВД, погибшим при несении службы. Мы очень ждали памятник, которому можно поклониться, прийти, увидеть родные фамилии. Земельный вопрос. В Анапском отделе Росреестра прошла встреча инициативной группы. Не стоит в этом случае беспокоиться. Никто ни у кого ничего взимать не будет. Прививка на парковке. Возле торгового центра Красная площадь работает пункт вакцинации. Все граждане могут к нам подходить, прививаться. Рост валового регионального продукта в Краснодарском крае за 9 месяцев этого года превысил 109%. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил сегодня на расширенном планерном совещании со своими заместителями, руководителями министерств и ведомств. В режиме видеоконференции участие в заседании принял мэр Анапы Василий Швец. В Краснодарском крае отмечается уверенное восстановление во всех секторах экономики, несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Губернатор отметил, что антикризисные меры доказали свою эффективность. За 9 месяцев этого года рост валового регионального продукта составил 109,8%. Это на 4,5% больше, чем в 2019-м допандемийном году. Мы должны делать все, чтобы климат в целом для нашего бизнеса и, понятно, малого, среднего, большого, крупного бизнеса был комфортным, по-настоящему комфортным, потому что именно бизнес и создает экономику. Я понимаю, проблем и у малого, и у среднего, особенно бизнеса достаточно. Достаточно, чтобы кто-то скажет, да нам хотя бы выжить просто в условиях пандемии, в условиях этих ограничений, а вы говорите о каком-то развитии, и они тоже будут правы. Они будут правы, потому что если такие представители малого бизнеса, еще раз подчеркну, которые сегодня просто оказались незащищенными перед пандемией, перед такой ситуацией, им мы должны делать все, чтобы они не просто выжили, а начали стабильно работать, и тоже верили в свое развитие. Вот именно те, кто сейчас скажет, слушайте, о чем они там говорят, о чем они не понимают, как живем здесь мы на земле. Понимаем. Уважаемые представители малого, среднего бизнеса, понимаем, как вы живете, и максимально стараемся сделать все, чтобы вы сохранили свои маленькие производства, свои рабочие места, рабочие места тех, кто у вас работает. Мы максимально стараемся. Сейчас в крае работают 269 тысяч малых и средних предприятий. С начала года численность занятых в них выросла более чем на 7% и составляет порядка 950 тысяч человек. Еще одной темой совещания стала работа муниципальных центров управления. Поручение губернатора о создании сети таких центров выполнено на два месяца раньше поставленного срока. За прошедший месяц Центр управления регионом принял 18,5 тысяч обращений. Треть из них относится к блоку ЖКХ. На втором месте проблемы, связанные со строительством и ремонтом дорог. На третьем – вопросы о прививках, работе пунктов вакцинации. Многие обращения жители Кубани оставляют в социальных сетях. Лидером по качеству ведения официальных аккаунтов снова стала Анапа. Наш курорт был отмечен по нескольким критериям – оформление страниц, доступные ответы на вопросы местных жителей, частота публикаций новостей и другим. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе открылся мемориал полицейским погибшим при несении службы. Памятник расположен напротив Анапского отдела МВД. Инициаторами создания комплекса стали мэр курорта Василий Швец и начальник местного отдела полиции Андрей Платонов. Мемориал построили всего за три месяца, а вокруг было организовано новое общественное пространство – уютный сквер с лавочками и зелеными зонами. В торжественном открытии памятника приняли участие почетные гости. Первый заместитель начальника ГУМВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Алексей Ермаков и вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев. На холодном сером камне выгравированы имена полицейских, посвятивших своей жизни службе. По центру мемориала стоит человек в форме, фигура различается лишь очертаниями, словно сохранившиеся воспоминания. Полицейский – образ невернувшегося отца, сына и брата, пожертвовавшего собой ради защиты мирных граждан. Белоснежная статуэтка девочки – символ семей, так и не дождавшихся родственников со службы. Мы давно мечтали создать памятник сотрудникам погибших в разные времена, во время войны, в афганских событиях, при несении службы, чтобы можно прийти было к ним, принести цветы, поклониться и почтить их светлой памятью. Большая благодарность главе муниципального образования города-курорта Анапы, руководству отдела, за то, что они как-то сразу быстро взялись и все это организовали и сделали. Сегодня состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, установленного напротив отдела МВД курорта. С букетами алых роз к памятнику пришли родственники погибших полицейских. Оксана Марченко потеряла супруга в 1995 году. Старший лейтенант Владимир попал в страшную аварию, когда возвращался домой из командировки. Однако его дело продолжает сын, поступивший на службу в Анапский отдел полиции. Уже было как-то определено с детства, хотел продолжить путь отца. Спасибо руководству отдела, руководству администрации города за то, что сделали такой мемориал, куда мы можем подойти и почтить память наших отцов. Памятника не было вообще. Мы очень ждали памятник, которому можно поклониться, прийти, увидеть родные фамилии, склонить голову, вспомнить. Инициаторами установки комплекса стали мэр Анапы Василий Швец и начальник местного отдела полиции Андрей Платонов. Памятник был установлен всего за три месяца, а вокруг мемориала благоустроили территорию. Отдельную благодарность хочу высказать главе муниципального образования города-курорта Анапы Швецу Василию Александровичу за тот вклад, за его инициативу, за его большую заинтересованность в целом поднятии имиджа и авторитета сотрудников органов внутри дела. За это отдельное спасибо. В открытии мемориала приняли участие почетные гости. Первый заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Алексей Ермаков и вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чугаев. Мы обязательно будем оказывать полное содействие, поддержку для того, чтобы предъявлять материально-техническую базу действующим сотрудникам, для того, чтобы использовать новые современные технологии, чтобы предупреждать и максимально быстро предотвращать любые правонарушения. Анапа развивается, здесь большое количество приток туристов, и это не только благодаря новым паркам, набережным, современным комфортным условиям, в первую очередь, благодаря тому, что здесь мощный, крепкий, профессиональный отдел внутренних дел, который обеспечивает безопасность. Это видят местные жители, это видят гости, которые приезжают сюда со всей страны. И за это вам еще раз отдельная благодарность от имени губернатора, от имени всей администрации края. Только в летний курортный сезон в нашем городе личный состав порядка тысячи сотрудников. Это настоящая армия уже. И каждый день вы на своем посту несете очень тяжелую, серьезную работу, очень тяжелый, серьезный крест. Для того, чтобы и жители нашего города, у нас их больше 200 тысяч, только по официальной статистике, и отдыхающих, все они чувствуют себя в безопасности, все они чувствуют, что сотрудники органов внутренних дел, органов пропорядка всегда рядом и всегда придут на выручку. Девиз сотрудников МВД «Служим России, служим закону». И вы знаете, иногда служение закону, служение людям нам дается очень дорогой ценой, ценой жизни человеческой. Я уверен, что подвиг каждого погибшего при исполнении своих служебных обязанностей будет вечно жить в сердцах родных и близких, в сердцах коллег, ну и, конечно же, в сердцах благодарных анапчан. Память погибших сотрудников полиции почтили минутой молчания. Прозвучал залп абсолютного взвода, а в завершении мероприятия все желающие возложили цветы к монументу. Анапский отдел полиции оснастили современным оборудованием. В преддверии профессионального праздника в дежурной части прошел капитальный ремонт. Помимо новой мебели, в помещении установили технику для работы с камерами видеонаблюдения. Новейшие наработки анапских полицейских представили гостям, которые приняли участие в открытии мемориального комплекса. Программа «Умный город» – современная система, активно развивающаяся на территории Анапы. Так, помимо трех сотен камер видеонаблюдения, на курорте появилось еще 26 современных устройств. Их преимущество – высокое разрешение, четкая картинка как днем, так и ночью, способность распознавать лица и автомобили. Люди, которые склонны к совершению каких-то поступков административных либо преступлений, они тоже будут видеть, они будут понимать, что за ними смотрят, за ними следят и в любой момент готовы будут пресечь или задержать. Ну и для нас это, конечно, для полиции, это здесь даже не стоит никакого обсуждения, это реально видно, что это… Более того, искусственный интеллект программы обучаем. Они смогут реагировать на нештатные ситуации, например, потасовку на улице. Все данные сразу направляются в отдел полиции курорта. Уже в этом году, сейчас как только запускаем, порядка 500 камер на соцобъектах уже действуют, ну где-то модернизируют, мы уже тоже сюда подключаем. Мы договорились, что это две камеры, одна на входе в помещение, на территорию периметра, одна в вход в здание. Мы с коллегами в постоянном контакте, они нам правильно подсказывают технические задания, что им нужно именно для оперативной своей работы. Вот одна на входе в школу, другая на входе в периметр школы. Вот мы сейчас их все тоже сюда интегрируем. В планах установить еще полторы тысячи камер в курортной части Анапы и местах массового скопления людей. Они будут подключены к единой платформе, куда также войдут социальные объекты, управляющие компанией и ТСЖ. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В селе Витязево появится пункт полиции будущего. Сегодня на территории объекта был заложен первый камень. Здание будет построено в центральной части села, на участке возле сквера и дома культуры. Глядя на эти фотографии, трудно представить, что проект не современный офисный комплекс, а пункт полиции. Появится такой объект в одной из популярнейших курортных зон Анапы – селе Витязево. Каждый год число жителей здесь только растет, как и количество туристов в высокий сезон. Не имея в Витязево дежурной части, но мы ее проектируем, потому что район разрастается, и он однозначно будет большой, и территориальная отдаленность от основного здания, конечно, она не позволяет. Сегодня был заложен первый камень в основании будущего пункта полиции. Он будет построен в центральной части села, неподалеку от дома культуры и сквера. Это позволит повысить эффективность работы полиции и сделать курорт еще более безопасным и комфортным. На самом деле это очень хорошо, и еще раз от лица руководства главного управления, от начальника главка огромное спасибо Василию Александровичу и вам, и руководству края, и всем, кто не остался равнодушным, потому что мы знаем эту проблему, мы видим эту проблему. И реально это большое благо и будущее для населения, для тех людей, которые будут приезжать сюда отдыхать. Они будут видеть, что здесь полиция работает и работает в условиях, о которых можно только мечтать. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Сегодня в Анапском отделе Росреестра прошла встреча инициативной группы по земельным вопросам. В нее, кроме специалистов ведомства и мэрии, вошли юристы, делегированные жителями курорта. На совещании обсудили две темы – обременение, наложенное на некоторые земельные участки и изменение их кадастровой стоимости. Специалисты мэрии Анапы, Росреестра и юристы, представляющие жители города-курорта, собрались, чтобы расставить точки над «и» в важных вопросах. Один из них в последнее время волнует многих. Откуда в выписках появляются сведения про обременение на земельные участки? Людям объясняют, эти данные поступают в Росреестр из целого ряда структур – от Краевого департамента имущественных отношений до Министерства обороны. Есть санитарно-защитные зоны, есть зоны с особыми условиями использования территории, есть водоохранные зоны. Это все некие обременения, которые не запрещают людям пользоваться своими земельными участками, лишь только предписывают, как правильные. Объясняю, ничем не мешает для проведения реестрационных действий это обременение. Единственный момент, который может быть при реестрации нового дома, построенного на земельном участке, попадающем в эту зону, может потребоваться технический отчет, который делается в управлении архитектурой нашего города. Многих волнует такой факт. Рядом с упоминанием статьи земельного кодекса, которая касается обременения, в выписках есть еще номер ее части. В ней речь идет об резервировании земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Здесь объяснение простое. Эти две части статьи находятся в одном классификаторе и проставляются автоматически. Об изъятии никто говорить не собирается. В паре идут эти две статьи. И эти две статьи идут в паре в классификаторе. Никто единолично не принял решение, давайте мы сразу их обременим под какие-то нужды. Если бы действительно проводилась какая-то работа и были бы какие-то обременения реально под изъятие, об этом бы собственник земельного участка знал бы. Еще один вопрос, который волнует анапчан – изменение кадастровой стоимости земельных участков. У некоторых она заметно уменьшилась. Для многих это просто означает сокращение налога. Если собственник не согласен с оценкой, он может обратиться в краевое БТИ. Этой работой занимаются на региональном уровне. И она происходит согласно законодательству раз в три года. Данные, которые собираются, они собираются согласно даже муниципалитета на уровне районов, сельских местностей, согласно всех глав, которые идут от того, где расположение, какой населенный пункт, увеличился населенный пункт, не увеличился, а какие рядом застройки, школы, водоохранные зоны. Все как бы в этом учитывается. Разговор продолжался больше часа. Его итоги планируется опубликовать на официальных интернет-ресурсах Росреестра. Юристов, принявших участие в совещании, попросили помочь остальным горожанам понять суть происходящего. Я надеюсь, что я донес до вас те вопросы, которые вас волновали. Вы правильно их восприняли и надеюсь, что донесете до граждан, что не стоит в этом случае беспокоиться. Никто, ни у кого ничего взымать не будет. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Михаил Попов. Анапа. Регион. Общественные рабочие встречи по изменениям в генеральный план Анапы сегодня прошли в Пятихатках и Цибанабалке. По поручению мэра города, такие встречи до конца недели проведут во всех приморских населенных пунктах, жители которых коснулись изменения функциональных зон их земельных участков. Во встречах приняли участие депутаты Совета, а также жители Верхнего и Нижнего ДжМТ, близлежащих садовых и дачных товариществ. На вопрос ответила начальник управления архитектуры и градостроительства Яна Хандошко. Она сообщила, что часть территории, где расположена дачная застройка, оказались отнесены к землям сельхозугодий по инициативе Краевого департамента имущественных отношений. Региональный закон не допускает включения таких участков в жилые и дачные зоны. Однако, учитывая особенности сложившейся ситуации, мэр Анапы Василий Швец выразил готовность встать на защиту людей. Он заявил, что будет ходатайствовать перед разработчиками проекта генплана о внесении изменений. По итогам встреч в протокол внесены все прозвучавшие обращения. Муниципальная комиссия по землепользованию и застройке будет выезжать садовые и дачные товарищества, чтобы детально рассмотреть каждую конкретную ситуацию на месте. Все вопросы по генеральному плану можно направлять на электронную почту или через специальную форму на сайте генплананапа.рф. Напомним, график общественных обсуждений нового генерального плана Анапы размещен на официальном сайте мэрии курорта. Завтра к обсуждениям присоединятся в селе Витязево и Центре культуры Родина. В четверг, 11 ноября, публичные обсуждения организуют на базе ДК Молодежный и в селе Большой Утриш. До конца текущей недели посещать торгово-развлекательные центры в Анапе смогут только те анапчане и гости курорта, имеющие справки или QR-коды из личного кабинета портала госуслуги о вакцинации от COVID-19. Кто еще не успел поставить прививку, может сделать ее в мобильном пункте на парковке у торгово-развлекательного центра «Красная площадь». На парковке торгово-развлекательного центра «Красная площадь» открылся мобильный прививочный пункт. Раньше он находился внутри помещения, но теперь из-за введенных ограничений работает снаружи. Желающих вакцинироваться достаточно. Я после инсульта два года, мне сказали можно, поэтому я как бы врачам верю. Ну, такая ситуация. Главное плохого не ждать. Да, еще вчера ночью я подумывала, думаю, а вдруг из-за своей болезни, ну тут есть своя специфика, потом я не знаю, допустим, аллергичная, не аллергичная. Ну, когда у выхода, и это надо, ну пришлось прийти и сделать. Сегодня сделали прививочку, это была моя инициатива. Не больно совершенно, очень-очень дружелюбные медсестры, успокоили, переживала немножко. Все хорошо. Желающим поставить прививку нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Будем вакцинировать с 11 часов дня до 6 вечера. Все граждане могут к нам подходить, прививаться. Мобильный ФАП будет работать на автостоянке Красной площади до среды включительно. Ольга Жмак, Антон Чистяков, Анапа. Регион. В селе Супсек сегодня начали благоустройство новой зеленой зоны. Она находится на улице Морской. Специалисты предприятия «Зеленстрой» преобразят около 100 метров территории. Сейчас там убирают старый грунт, его заменят плодородным слоем почвы. Потом высадят около 15 деревьев, установят лавочки и качели. Работы ведутся по просьбе инициативной группы местных жителей, которую поддержал председатель Совета депутатов Анапы Леонид Краснорудский. Благоустройство планируют завершить на следующей неделе. Здесь было вот самое, видите, что? Камни, всякий мусор. Компания «Зеленстрой» озеленяет здесь территорию. Будут посажены сосны, зеленая изгородь с сирийской розой. Чернозем, конечно, травка. Красиво все будет, как вам на той стороне. Что люди говорят? Спасибо, говорят, озеленяете. Красиво, чтобы было. Школьники и студенты Анапы могут бесплатно посещать культурные мероприятия. Для этого необходимо получить специальный платежный билет, разработанный в рамках проекта «Пушкинская карта». До конца года жителям курорта от 14 до 22 лет будут доступны 3000 рублей, которые можно потратить, например, на билеты в театр или музей. Как подчеркнули организаторы проекта, в следующем сезоне номинал карты увеличится до 5000 рублей. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг, скачать официальное приложение по направлению культура и с его помощью выпустить виртуальную карту. Мы продолжаем рассказывать о работе органов местного самоуправления. Сегодня наше интервью с координатором деятельности органов ТОС Микрорайона Южный Светланой Мищенко. В территориально-общественном самоуправлении мы создали такое общественное движение, как «Дети Великой Отечественной войны», где объединили жителей старшего поколения, старше которым 80 лет, люди общаются. Мы проводим очень много мероприятий, чаепитий. Людям не хватает общения на самом деле в таком возрасте. И вот как раз с этим движением общественным пришла идея высадить аллею поколений в рамках акции «Сад памяти». Вот почему это мероприятие было такое вот яркое, потому что высаживали семьями. Представляете, приезжали и внуки, и правнуки, вместе со своим дедушкой высаживали, аллею поколений высаживали эти деревья. Мы сделали такие таблички памятные, где мы указывали, кто сажал и кто принимал участие в этой высадке. У нас есть семья Рогожник замечательная, где внуки приехали с Гостогаевской, вместе с правнуками, они сажали наши эти липы. Глава города принимал участие в высадке аллеи поколений. Тоже он у нас посадил, правда, елку, тоже оставил свой вклад в нашем саде памяти. У нас очень много проводится мероприятий, и все такие мероприятия достаточно такие вот, правда, яркие. Если мы проводим спортивное мероприятие, то оно такое громкое, событийное. В мае этого года мы сдавали нормы ГТО, то есть управление по физической культуре и спорта к нам выехали. Мы это мероприятие планировали ранее, но в связи с ограничениями не могли провести. И в этом году мы уже так хорошо подготовились и провели так ярко, красиво, сдали нормы ГТО. Сейчас у нас готовятся удостоверения, готовятся значки ГТО. Проводили летом конкурс онлайн, правда, конкурс «Анапа» в объективе. Цель фотоконкурса была увидеть красивые места города, естественно, да, и не только города, у нас там принимали участие и детки, и они, многие фотографировали себя, потому что говорили о том, что «Анапа» все-таки это город детства, да, и самый главный персонаж – это мы. Конечно, проводим конкурсы рисунков, это постоянно на регулярной основе, к любому празднику, потому что дети любят рисовать, активно принимают в этом участие. Также у нас прошел конкурс чтецов в этом году для жителей старшего поколения. Конкурс тоже мы проводили, правда, совместно с Советом ветеранов и приняли как раз жители категории «Дети Великой Отечественной войны», то есть жители, которые старше 75 лет. Конкурс был достаточно такой, знаете, трепетный, что ли, потому что такой вот на самом деле за душу берущий, я бы сказала, потому что других слов найти не могу, потому что настолько это было прочувствовано, все вот эти вот стихи, которые пронизаны болью, да, вот о войне, о тех невзгодах, которые они пережили, потому что ведь они же каждый пережил послевоенные годы, да, такие достаточно непростые. И вообще я хочу сказать, что с детьми войны проводится очень много мероприятий. У нас создан в ТОСе, создан коллектив, могу сказать, даже ансамбль такой, где они собираются, жители старшего поколения, поют песни, читают стихи и уже проводят какие-то такие концерты, где мы их с удовольствием, конечно, слушаем. То есть вот у нас ярко проходит и 9 мая, потому что мы обходимся своими силами, то есть уже коллективы детей войны, они уже сами организованно так самостоятельно поют, читают стихи, то есть вот достаточно ведут такой активный образ жизни. Для деток, конечно, мы очень много проводим таких вот спортивно-развлекательных мероприятий, но хочу сказать, немножечко так заостриться на одном мероприятии, которое было такое вот яркое, называлось ТикТок Пати. ТикТок Пати – это был квест, то есть мы заранее с активом запрятали всякие там задания, подсказочки по всей территории ТОСа, и дети уже командно собирали эти загадки, отгадывали и проходили шаг за шагом эти вот испытания, и в конце уже на одной площадке они встретились несколько команд, и уже так вот конкурсом дальше у нас проходило вот это мероприятие. Вы знаете, тьма планов, естественно, и очень хочется идти вперед, шагать вперед и развиваться, безусловно. К этому часу все. Смотрите наши выпуски на сайте anaparegion.ru и в социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. На этом я с вами прощаюсь. До встречи и хороших вам новостей!